Здравствуйте, Беликова Татьяна. Наша покупательница в дом-центре, которая жалует, что у нее ничего не растет, хотя она все вроде бы делает правильно. И яму большую копает, и поливает регулярно, и денег на заграничные удобрения не жалеет, но все бестолку, не задерживаются у нее растения надолго на участке. В лучшем случае не растут, в худшем погибают в течение одного-двух сезонов. В процессе разговора выяснилось, что у нее на участке глины, либо тяжелые суглинки. Вот этот случай и подтолкнул нас снять сюжет о тяжелых грунтах. Что делать, если вам повезло и у вас тяжелые грунты? Вы не ослышались, именно повезло. Глинистая почва не самый худший вариант. На самом деле, глинистые почвы имеют ряд преимуществ по сравнению с другими типами почв. Они хорошо держат воду, богаты питательными веществами, удобрять такие почвы нужно реже и небольшими дозировками. Моя задача рассказать вам все, что я знаю о тяжелых грунтах, так, чтобы к концу сюжета вы вздохнули с облегчением, так как красивый сад на таких грунтах вовсе не миф. Конечно, помимо плюсов, упомянутых в самом начале, глинистые почвы имеют ряд минусов. Так как глинистая почва состоит из мелких частиц, она плохо воздухопроницаема. Отсутствие воздуха в почве приведет к тому, что корневая система не дышит. А я напомню, что воздухопроницаемость грунта одно из важнейших условий для нормального роста растений. Также недостаток воздуха в почве снижает органические составляющие, ведь почвенным микроорганизмам тоже нужно чем-то дышать. Опять же, из-за мелкой структуры и плохой воздухопроницаемости на поверхности образуется корка, вода скатывается с нее, а воздух не может проникнуть вглубь. Еще один существенный минус. Глинистые почвы долго прогреваются и оттаивают весной. По этой причине именно на глинистых грунтах хвойные и лиственные растения, не сбрасывающие листья на зиму, горят чаще, чем на легких грунтах. В общем-то, и все. Минусов-то и нет. Теперь давайте разберемся, что нам делать. Идеальный вариант, когда улучшением своей почвы вы занялись еще до разбивки сада, то есть на стадии строительства дома. Таким образом, когда строители забьют последний гвоздь, у вас уже будет земля, с которой будет легче работать. Что нужно делать? Раз тяжелые грунты состоят из мелких частиц, то нужно добавить более крупные, то есть песок. Этот прием называется пескованием. Песок разрыхлит почву, улучшит ее воздушный и водный баланс. Еще один агрозит технический прием – это внесение органических удобрений. Навоз, компост, торф вносят ранней весной или поздней осени. Это не только улучшит физический состав почвы, но и обогатит вашу почву живыми микроорганизмами, которые, в свою очередь, повысят ее плодородие. Для этой же цели мы высаживаем сидераты. Все эти операции проще проделать на самом первом этапе строительства, одновременно с закладкой фундамента. Но бывают ситуации, когда это невозможно. В этом случае есть несколько вариантов. Первый – это высаживать растения, которые лояльно относятся к глинистым грунтам. К примеру, солидага, хоста, лилейники, многие ивы и боярышник. Мы обязательно сделаем сюжет о таких растениях. Будет своеобразный хит-парад. Но в этом случае о хвойных и плодовых растениях можно забыть. Их не устроят такие почвенные условия. Если вы все-таки хотите у себя увидеть на участке что-то, кроме золотарника, то досмотрите этот сюжет до конца. Вот несколько советов для обладателей участков с такими почвами. Обязательно выясните, что у вас с дренажом. Конечно, способность таких грунтов сохранять воду является несомненным плюсом. Но в некоторых случаях может сыграть с вами злую шутку. Проверьте, насколько хорошо ваша почва водопроницаема. Перед тем, как начать посадки, проведите маленький опыт. Выкопайте небольшую ямку глубиной 40-60 см. Залейте до краев водой. Если она ушла в течение 4 часов, значит грунты хорошо дренированные. А вот если нет, то здесь придется немного исхитриться. Помимо общего дренажа на участке, возможно, стоит задуматься о посадке растений на холмах или использовать геопластику. Этот прием очень часто используется при посадке растений на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Но и в этом случае он подойдет. Самая распространенная ошибка, которую делает садовод, это глубокие посадочные ямы на тяжелых грунтах. Мы все читали в умных книжках, что растения любят плодородную почву и что для хорошего развития им нужна большая посадочная яма. Так, к примеру, подплодовые советуют копать яму метр на метр. Что же это получается? Чтобы посадить 10 яблонь, нам нужно минимум 3 дня, чтобы выкопать ямы, затем заказать, оплатить и засыпать землю. А куда вынутый грунт девать? При таких финансовых и трудозатратах можно сразу забыть про отдых на даче. Вы будете только на дачу и работать. Но самое обидное, что положительного результата вы не увидите. Глубокая посадочная яма, засыпанная легким воздухопроницаемым грунтом, станет еще одним дренажным колодцем на участке. Ну как же, возродите вы? Мы же все сделали и в яме дренаж. На дно насыпем щебня, песочка, пойдем на свалку, битый кирпич соберем. А вот этого я вообще понять не могу. Откуда пошло, что на тяжелых грунтах нужно не дренаж делать, а достаточно кирпичей на дно накидать? Возьмите стакан с водой, накидайте на дно камней и заполните водой. Исходя из этой логики, вода должна куда-то исчезнуть. Сделали? Исчезла? Тогда ваша фамилия Копперфиль. Стакан, наверное, бракованный попался. Или нет? Камни не те. На тяжелых грунтах глубокие посадочные ямы не нужны. Яма должна быть широкой, а не глубокой. Чем-то напоминать форму таза. При этом обязательно взрыхлите стенки посадочной ямы. Каким бы плохим не был родной грунт, добавьте его в землю, которую вы будете в итоге сажать в само растение. Таким образом можно избежать ловушки для растений в будущем. В принципе, во многих случаях можно обойтись и без покупного грунта. Просто с местным грунтом смешать немного торфа, перегноя. Крайне редко встречается глина, на которой ничего не будет расти. Но если я дальше буду продолжать развивать эту тему, боюсь, в меня полетят камни. Поэтому давайте просто остановимся на неглубоких и широких ямах с добавлением местного грунта в привозную землю. Еще один вопрос, с которым постоянно сталкиваются садоводы. Как поливать растения на глинистой почве? Здесь правило простое. Лучше чаще, но мелкими порциями. Если на легких грунтах залить растения почти невозможно, то на тяжелых это запросто. Вода, которая долго не уходит, вытесняет воздух и земли. Корневая система задыхается. Поэтому каждый раз, прежде чем полить растения, проверьте, насколько влажная земля. И это не верхние 3 см, а немного глубже. Это можно сделать лопаткой или просто засунув палец в землю. И последний, самый важный пункт. Напомню, что самый большой минус таких почв – это плохая воздухопроницаемость. Поэтому регулярное рыхление на этих грунтах – одна из самых важных агротехнических операций. А на этом все. И мы надеемся, что были вам полезны. До новых встреч. Пока-пока.